Всем привет! Сегодня я хочу показать ловушку в еще одном дебюте, и в данном случае речь пойдет про такой дебют, как венская партия. Венская партия возникает после ходов e4, e5 и хода белых конь c3. Здесь в дальнейшем белые хотят сыграть f4, допустим в случае главного хода черных коней f6, как раз хода f4 и следует. Конечно же белые могут сыграть и конь f3, но все-таки конь f3 это переход уже к по-видимому дебюту четырех коней, если после конь f3 черные сыграют конь c6. Но сегодня я хочу поговорить не про ход конь f6, а про другой ход черных, именно ход конь c6. Теперь белые также могут сыграть f4, но они сейчас играют слон c4, и после хода слон c5 они отвечают ферже 4. То есть конечно же в данной позиции можно сыграть и конь f3, можно сыграть и d3, d3 это главный ход данной позиции. Но ферже 4 также очень интересная возможность, поскольку теперь белые сразу же используют то, что пешка на g7 слабая. И теперь получается, что черным нужно искать какую-то защиту для данной пешки. Защиты для данной пешки очень много, их целых четыре, но тем не менее не все из них хорошие. Давайте поговорим про каждую хотя бы вкратце. Итак, в данной позиции есть у черных ход слон f8, но конечно рекомендовать его я думаю, что не нужно, поскольку теперь слон ушел назад, то есть слон сделал два хода в дебюте. И что самое главное, что слон сделал ход вперед и потом ход на начальную позицию. Естественно, что слон на поле f8 стоять хорошо не может. В принципе, здесь у черных есть одна угроза, которая сохраняется почти во всех вариантах с ходом белых ферзь g4. Это угроза хода d5, после которого под боем будет и ферзь на g4 и слон на поле c4. То есть черный выигрывает минимум слона. Тем не менее, белые просто уходят с диагонали h3 и c8. Они играют ферзь h5 и после хода g6 они отвечают ферзь f3. Ну и теперь видно, что пешку на поле f7 нужно держать, допустим, с помощью хода коня f6, но тогда у белых есть еще один атакующий ход. Это ход конь d5 и здесь все-таки перевес остается на стороне белых. Хотя таких больших проблем у черных нет, но тем не менее, позиция белых более комфортная, они имеют больше пространства, их фигуры стоят на более активных позициях. И в дальнейшем можно сыграть, допустим, конь e2, потом d3, вывести слона на поле g5, сыграть либо 2-0, либо даже 3-0. И у белых есть перспектива атаки на королевском фланге. То есть ход слона f8, после хода ферзь g4 я считаю, что не очень хороший. Еще хуже ход короля f8, поскольку теперь черные просто лишаются рокировки. И хотя сейчас у них есть угроза d5, белые легко ее отражают путем либо ферзь f3, либо ферзь g3. Ну и допустим, на ход конь e4 можно сыграть слон b3, защищая пешку на поле c2. Ну и в дальнейшем у белых также очень простое развитие. То есть они играют конь f3, затем d3, слон идет на поле e3, либо на поле g5. И в будущем белые уходят либо в длинную рокировку, либо в короткую рокировку, в зависимости от того, как им будет лучше развивать свою игру. То есть тут два варианта. В принципе, и тот, и тот будет хорошим. Ход короля f8 не может быть хорошим, потому что черные лишились рокировки. И поэтому нужно посмотреть другие возможности, кроме слона f8 и короля f8. Допустим, ход g6, который, наверное, является самым сильным. То есть теперь у черных есть слабость поля g7, но использовать эту слабость белые никак не могут. И в принципе здесь возникает примерно равная игра. Белые могут сыграть ферзь f3, уходя из-под удара d5 и нападая на пешку f7. Но тогда черные после простого хода конь f6 имеют примерно равную игру. То есть можно сыграть здесь белым конь e2, чтобы отразить угрозу конь d4. Но тогда черные играют d6, белые играют d3. Черные развиваются путем слон g4. Белые играют ферзь g3. И теперь, в принципе, у белых есть небольшая угроза. Это сделать ход слон g5 и затем угрожать ходом слона f6 и на ферзь f6, ферзь g4. То есть, в принципе, такой вариант, наверное, не очень хороший для черных. Поэтому сильнее всего сыграть здесь h6. Затем черные могут сыграть, допустим, ферзь d7, уйти в длинную рокировку. И, как видно, здесь позиция равная, у белых нет никакого перевеса. То есть, поэтому, если черные играют g6 после ферзь g4, они легко уравнивают игру. После ферзи f3 нужно сыграть конь f6. В принципе, после хода ферзи f3 есть еще и ход ферзи f6, но мне кажется, что он более слабый, поскольку тогда у белых появляется темповой ход конь d5. Теперь размен ферзей вынужден за черных. Ферзи f3, конь f3 и под боем остается пешка на поле f7. Ее можно защитить путем короля d8, но тогда белые играют конь g5 и нападают на другую слабость черных на пешку на поле f7. То есть, здесь у белых все-таки остается перевес. Также можно было сыграть вместо хода король d8 и слон b6, но тогда у белых также остается преимущество. Они играют a4. В принципе, здесь уже в любом случае угрожает и b4 и затем еще и ход a5. То есть, в принципе, за черных здесь возможны разные ходы. Это и d6, и f6, и допустим, хода a5. Но тогда белые могут сыграть b3, затем они хотят сыграть конь b6 и получить преимущество двух слонов плюс двое пешки черных. Также потом они играют слон a3, либо слон на поле b2 и также имеют преимущество в пространстве. То есть, здесь у белых все-таки более комфортная позиция. Поэтому, если уже вы играете g6, после хода fg4, то лучше не менять ферзей, не идти на вариант с ходом ff6, а сыграть конь f6, где у черных уж точно будет позиция не хуже, чем позиция белых. То есть, здесь примерно равная игра возникает. Но также после хода fg4, если мы вернемся на главный вариант, можно сыграть не только g6, но и ff6. Ход ff6 выглядит очень сильным, поскольку теперь, кроме того, что пешка на g7 защищена, угрожает, во-первых, ход d5, во-вторых, ход ff2 с выигрышем пешки и лишением белых рокировки. То есть, в принципе, от этих двух ходов защищает ход fg3, но тогда у черных нет никаких проблем, они играют конь g7, и здесь позиция у черных уж точно не хуже, чем позиция белых. В дальнейшем они могут сыграть d6, слон e6, уйти даже в длинную рокировку, то есть у черных здесь полный порядок. Поэтому после хода ff6 нужно играть принципиально, нужно жертвовать пешку, но и идти в атаку. То есть, белые здесь должны играть конь d5. Итак, конь d5, ферзь f2, король d1, и теперь под боем у черных и пешка на поле c7, и пешка на поле g7, и спасти две пешки одновременно черные, конечно же, никак не могут. Самый сильный ход за черных это король f8, после чего белые играют, как ни странно, не конь c7, а конь h3. Очень интересный ход, поскольку теперь ферзь черных заманивается на поле d4, где он может попасть в ловушку. То есть, ферзь d4, белые играют d3, и теперь видно, что у ферзя черных нет ни одного хорошего поля, и уже угрожает ход c3 с выигрышем ферзя. То есть, поэтому черным нужно играть очень аккуратно. Здесь у них есть несколько возможностей, но после каждой из них у белых есть определенный перевес. Допустим, в случае хода конь f6, белые играют в начале ферзь f3, и теперь видно, что у черных нет времени на ход конь d5, поскольку угрожает взять ход c3. То есть, конь d5, c3, и черные лишаются ферзя. Поэтому придется в данной позиции сыграть слон e7, чтобы освободить дорогу на поле c5 своему ферзю. То тогда, конечно же, белые могут сыграть и c3 сразу, и даже в начале ладья f1, то есть никуда не спешить. Потом белые играют за конь g5, допустим, c3, слон e3, и у белых полная компенсация за отданную пешку, и даже более того, они всегда могут отыграть пешку, сыграв конь c7. То есть здесь у белых очень большой перевес. Если же сыграть вместо хода конь f6 h5, то также перевес остается на стороне белых. То есть h5 fg3 по-прежнему угрожает ход c3 с выигрышем ферзя, поэтому нужно играть черным конь f6. Теперь ход c3 не очень хорош, по причине того, что черные могут сыграть конь e4, и это уже позиция, хоть и с перевесом белых, но у черных уже есть свои контршансы, поэтому сильнее всего в начале сыграть конь g5. То есть данным ходом, во-первых, белые присматриваются к пешке на поле f7, и, что очень важно, они защищают пешку на поле e4. То есть теперь уже c3, это очень неприятный угроз для черных. Также угрожает просто ход ладья f1 с атакой по линии f. То есть здесь снова перевес на стороне белых. Ну и последняя возможность за черных после хода d3, это сыграть d6, то есть сразу напасть на ферзя белых. Здесь белым сильнее всего сыграть fg3 с, опять-таки, идеей ладья f1 и c3 с поимкой ферзя, но в партии они сыграли по-другому, сыграли fh4. Этот ход немного упускает перевес, поскольку теперь черные могли сыграть после размена на поле h3, они могли сыграть ff2. То есть теперь уже ферзь черных не может быть пойман, и здесь перевес у белых, конечно, есть, но этот перевес уже не такой большой, как мог бы быть в случае хода fg3. Но черные не нашли ход ff2, и в данной позиции они сыграли конь a5. Итак, конь a5 это ход не очень хороший, поскольку здесь уже теряется ферзь черных, и кроме того белые начинают очень сильную атаку на черного короля. То есть теперь очень важно заметить, что после ладья f1 и конь c4 плохим будет ход c3, поскольку тогда у черных есть контратакующий ход конь b2. То есть конь b2, слон b2 и ферзь d4, то есть ферзь черных спасен, и здесь у черных даже две лишних пешки. Хотя, конечно, компенсация у белых есть, но ферзь здесь черные точно не потеряют, и в принципе свои проблемы основные они уже решили. Именно поэтому после хода конь c4 очень важно сделать ход ферзь d7, то есть белые нападают на пешку f7, и хорошей защиты этой пешки у черных просто нет. То есть теперь, как ни странно, у черных проблемы не с ферзем, который застрял на поле d4, а с королем, который по сути не имеет ни одного защитника. То есть теперь в случае хода коня f6 последует, конечно же, 100 на 6, в случае же хода f6 последует взятие коня f6. То есть довольно-таки стандартная жертва разрушающая, после которой черные в случае ее принятия получают мат. Допустим, на gf белые играют ладья f6, после коня f6 слона f6, и на король g8 черные получают мат после ферзи g7. Но также, конечно же, если после коня f6 играть не gf, а коня f6, получится тоже мат. То есть, допустим, ладья f6, gf, слона f6, кроль g8, и снова мат на поле g7. В партии же после хода коня f6 черные решили откупиться ферзем, то есть решили пожертвовать ферзя за ладью, но, конечно же, здесь они тоже очень быстро проиграли. То есть они сыграли ферзи f2, и после ладья f2, слоны f2, и простого хода коня f5. Видно, что у белых, во-первых, очень сильная атака, во-вторых, фигуры черных не имеют никакой координации. То есть сейчас угрожает, допустим, взятие dc, также угрожает ход ферзи f5, и затем взятие слона на поле f2. То есть черные останутся без большого количества материала, с плохим королем, и, конечно же, здесь они очень-очень быстро проиграют. Поэтому черные здесь, данной позиции, уже решили сдаться. Ну и также, если подводить итоги всего варианта, то, я думаю, стоит сказать о том, что, если вы играете венскую партию с ходом конь c6, на слон c4 играете слон c5, и белые с вами сыграли ферзи f4, то сильнее всего сыграть не ферзи f6, как было в партии, поскольку тогда после хода конь d5 у белых получается преимущество, а лучше всего сыграть просто g6, и в случае ферзи f3 очень важно сыграть именно конь f6, и здесь уже никаких проблем перед черными нет, то есть в дальнейшем они играют d6, выводят свои фигуры на активные позиции, и здесь уже возникает примерно равная игра, где в черных шансы не хуже, чем шансы белых. Ну, на этом на сегодня все, спасибо за внимание, и до скорых встреч!